Сойдите, пожалуйста. Я когда узнал про ваши разработки, вспомнил фильм «Назад в будущее». У Марти Макфлая была одежда, которая сама осушилась, и даже кроссовки, которые сами подогонялись по размеру. Мы уже близки к этому? Умная ткань так может? Да, уже может это и даже больше, я бы сказала. Потому что мы вчера как раз, когда с ребятами организовывали мероприятие наше научное, и про стартапы и разработки разоговорили, что нам нужно назвать «Умный текстиль. Настоящее будущее» или «Назад в будущее». То есть мы как раз именно в том, что когда-то было в рамках фантазии, сейчас это становится нашей действительностью уже. Прям могут быть кроссовки, которые подгонятся по размеру, или я смотрю далеко вперед? Ну, скажем так, это больше касается, наверное, костюма космонавтов, да, которые как раз могут именно поддерживать то, что необходимо размеры изменять, в зависимости от того, в каком пространстве находятся космонавты уже. Но, в принципе, уже дизайнер создает одежду, которая растет вместе с ребенком, получается. Ольга Маскалюк. Научные интересы. Создание и исследование полимерных нанокомпозитов. Волокон и нитей на их основе. Разрабатывает «Умные ткани». Создала покрытие для спецодежды, защищающей носителя от экстремально низких температур. Ольга Андреевна, вы руководите целым рядом стартапов. А на что способны эти разработки? У нас сейчас в группе компаний четыре основных проекта. Это три из них занимаются текстилем, который обеспечивает безопасные условия труда для человека при пониженных температурах, защиту от электромагнитного излучения и защиту от воспламенения пожаров. Это антистатические материалы. И также есть один проект, который больше направлен на цифровые технологии. Это инфисир, фиди и чипы встраиваются в текстильные материалы. Эти три первых, они основаны на одной технологии или на разных? Ну, скажем так, у нас есть группа материалов крайние, то есть это те, которые совсем не проводят электрический ток, это диэлектрики, изоляторы. То есть это в основном все полимерные материалы. А есть те, которые хорошо проводят электрический ток, это металлы. И вот сегодня мы можем создавать материалы, которые были бы между этими. То есть между непроводящими и высокопроводящими, то есть с разным уровнем электропроводности. И вот в зависимости от того, какой у них электропроводность, они, материалы, могут применяться для разных направлений. То есть сенсоры, датчики – это одно значение электропроводности. Для обогрева – это другой уровень. Для антистатических целей – третий уровень. И, соответственно, сегодня мы можем по одной и той же технологии создавать материалы для разных применений, варьируя состав и рецептуру того или иного текстильного материала, получается. Стартапы не все успешны. Это закон. Вам что-то удалось довести уже до состояния продукта или до внедрения в производство? На каком этапе сейчас? Ну, если можно, отвечу здесь чуть-чуть подробнее. Потому что изначально, когда только начинали заниматься темой именно коммерциализации научных разработок и вообще погружались в, что такое стартап, высокоотехнологичные проекты, как это делается, и была такая статистика, что один или два проекта из десяти выживают. И ты, конечно, когда сидишь, сможешь такое «классно, а в какую статистику я попаду?» И получилось так, что в 2017 году наши научные разработки привлекли внимание Северо-Западного наноцентра, и мы получили первые инвестиции. И как раз вот та платформа, которую они создали, такую, скажем, экосистемы для выращивания проектов, дает нам сегодня возможность 80% реализовать до успешной стадии. Например, здесь, например, капюшон, и вот здесь, например, я надеваю, и у меня возле лица, например, обогрев идет, потому что это же до минус 30 идет. Нужно? Мне нравится. Команда постоянно генерирует новые идеи и думает, как улучшить технологию. Волокна, проводящие электроэнергию, не новинка. Эта нитка, она очень прочная, она прочнее металла. Но у нее есть такая проблема. Я не против этих нитей, они шикарные, но они очень быстро ломаются, потому что они не выдерживают именно вот таких изгибающих нагрузок, получается, под углом 90 градусов. Они просто ломают. Но ученые создали эластичный аналог, почти не уступающий в прочности. Нить с легкостью выдерживает груз в 25 килограммов. А сплетенная из таких нитей ткань становится одним большим электропроводящим объектом. Остается подключить элемент питания, и она равномерно нагреется. С точки зрения производителя одежды это, конечно, максимально удобно, потому что такую ткань не надо думать, как встроить в изделие. Ее можно просто вшить, сильно не меняя свой технологический цикл на производстве. У нас в программе есть игра, называется она «Правда-неправда», очень похожа на детскую съедобное-несъедобное. Я спрашиваю коротко. Вы отвечаете. И не обязательно по-детски. Попробуем? Хорошо, давайте. Правда, что умные ткани могут поглотить удар молнии без последствий? Ткани, получается, что вплетены в них специальные нити проводящие, которые защищают человека от поражения электрической дуги или электрическим током. Правда ли, что умные ткани могут работать только на энергии Солнца? Нет, это, в принципе, любое электричество, которое мы можем получить от ветреной энергетики и не только солнечной батареи, в принципе, и гидроэнергетика тоже. Правда, что умная ткань может обыграть своего владельца в шахматы? Надеюсь, что в скором будущем да. Спасибо. Электропроводящие ткани могут менять цвет одежды, поэтому их применяют дизайнеры. Сотрудники МЧС могут использовать их как датчики дыма и огня. В будущем хирурги смогут моделировать из электропроводящих тканей нервные окончания. Что уже прям вот можно потрогать, что уже работает? Ну, у нас это самый такой, скажем, флагманский проект, это у нас ткани для обогрева, которые используются. На их основе мы создаем греющие элементы, которые встраиваются в одежду, причем здесь одежду абсолютно любого применения. Это начиная от пиджака, например, как на вас с вами, да, получается у нас. Это может быть зимняя куртка, это может быть штормовая куртка, там, для пешего туризма и активного отдыха и так далее. Это детские товары и все. То есть мы встраиваем такие греющие модули, они позволяют чувствовать себя комфортно при более пониженных температурах. Но здесь также есть вариант и более специального применения. То есть это, например, для альпинистов, кто, да, идет в горы при пониженных температурах, причем в экстремальных условиях. Это и ветер сильный, и вообще, в принципе, непредсказуемо погодные условия, да, что там в горах может происходить на вершине. Это и крайний север реакции, которые сегодня активно осваиваются для именно производственных целей, получается. Там тоже люди проводят часы при экстремальных таких пониженных температурах. А другие проекты, они у нас идут уже на стадии все-таки еще разработки прототипа и тестирования. Вот, но по системе обогрева мы уже сегодня сделали первые испытания с 21-го года на Эльбрусе у нас проходили. И вот в этом году с университетом МЧС России тоже проводили уже полевые испытания в Карелии, как наши материалы ведутся в экстремальных условиях для пожарных. То есть они прям шли в огонь пожарных? Да, да, они прям были там, они поднимались, спускались в этой одежде, то есть выполняли все свои функции профессиональные. А мы понимаем, что от действий пожарных зависит жизнь ни одного человека, да, и насколько они эффективно сработают, будет это дальше спасенная жизнь другого человека. Всем знакомы устройства провода, металлическая жила и оплетка. В греющих нитях полимер — это изолятор, а ток проводят углеродные трубки. Чем покрыты? Как это работает? Там получается, что мы использовать можем, в принципе, любую основу. Это в основном идут синтетические полимерные материалы. То есть это те стандартные, из которых делается наша с вами одежда, только у них внутри находится углеродная наполнитель, которая формирует такую проводящую структуру внутри самой нити. То есть наша с вами нитка, которая тоньше человеческого волоса, становится микропроводом. То есть если мы привыкли с вами кабель, например, использовать, то здесь практически то же самое, оно только-то на микроуровне получается. И, следовательно, варьируя рецептуры, мы можем создавать нити с теми или иными свойствами, получается. И вторая технология — это когда мы можем на саму ткань, на само полотно уже сформировать определенное покрытие монолитное целиком. То есть оно является тонким-тонким слоем, когда пропитывается вся ткань в объеме и, соответственно, тоже формируются проводящие структуры. То есть у нас, в принципе, разные технологии, которые мы можем варьировать под конкретные задачи здесь, в зависимости от области применения. Я правильно понимаю, сама она греть не может. Ей нужен источник питания. Да, конечно. То есть это ткань, которая проводит электрический ток, но обязательно, чтобы без электричества, как и мы с вами, ничто не работает. Вот. С этим нам нужен источник питания. Сегодня это является стандартный пауэрбэнк 5 вольт, в котором мы заряжаем любимые гаджеты. То есть помимо зарядки телефона, планшета и навигатора, мы еще подзаряжаем свою куртку и ею активно пользуемся. Встроенный модуль генерирует электромагнитное поле. Приемник, например, платежный терминал на кассе супермаркета попадает под воздействие этого поля и создает индукционный ток, который может использоваться для обмена информацией. Еще один ваш проект – это одежда с NFC-чипами. Уже можно ей платить? Ну, в принципе, можно записать любую информацию. На самом деле у нас как раз один из наших альпинистов, кто тестирует на разработке, является основателем одного из стартапов по всех направлениям. Как раз, надеюсь, в будущем у нас на нем будет коллаборация в этом плане. Но на самом деле туда мы можем записать не только про оплату, а мы говорим про коммуникацию человека с брендом, именно потребителя. Потому что сегодня про бренд – это не просто продать одежду, это продать смыслы. То есть это, чтобы это соответствовало вашим целеустремлениям, вашим ценностям, например, мировосприятия, что вы несете в этот мир. И как раз это один из тех каналов, который позволяет создать отдельное комьюнити-сообщество между теми людьми, которые именно в теме, которые одобряют этот бренд, поддерживают его стратегию развития. То есть это выделить что-то отдельное, персонально для своих любимых клиентов. Какие-то закрытые распродажи, показы, скидки или образовательные, обучающие контенты, куда можно разместить. То есть здесь, в принципе, все, что угодно, можно это делать. А чем ученых не устраивают привычные бирки? А здесь идет как раз вопрос о том, что мы же говорим про осознанное потребление, что о том, в плане, что обычные бирки стандартные, если мы часто стираем одежду, вымывается, вся информация не сохраняется. Сегодня текстильные изделия, они, в принципе, обязаны маркироваться, обязательно маркировка должна быть, где-то используется QR-код. Но, во-первых, мы эту бирку можем отрезать, и забыли про ее состав, что из чего это сделано, а что это за одежда, можно ли ее переработать, потому что сложнее всего перерабатываются смесовые ткани, а из них сегодня производятся практически вся одежда, да, соответственно, вот. И мы потеряли эту информацию. А если мы хотим сохранить информацию надолго, на какой-то перспективе, и, скажем так, понять от исходной ткани или исходной нити, как прошло наше все до конечного изделия потребителя, и снова вернулось к исходной нити, нам уже, конечно же, нужно сохранить на всем жизненном цикле эту информацию, и только цифровые технологии позволяют это сделать. Спасибо большое за ваши исчерпывающие ответы. Спасибо большое вам за приглашение. А я напомню, нашим героем была Ольга Москалюк, основатель ряда стартапов северо-западного наноцентра, заведующая лабораторией Балтийского федерального университета, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Она создала ткани для спецодежды, которые защищают носителя от экстремально низких температур. И это не фантастика. Редактор субтитров А.Семкин